Всем привет! Посмотрите, какой у меня классный пирог, каравай, булочка, как угодно назовите. Я это называю просто новогодней выпечкой, либо рождественским цветком, либо просто такой елочкой пышной, украшенной, красивой, нарядной, очень вкусной. Вся она покрыт сиропчиком. Ну тут очень всего много вкусного. Если вам интересно, как я это все готовила, оставайтесь со мной и будем готовить. Берем тесто и нам его нужно разделить на кусочки. Смотрите, 3 по 80, 3 по 50 и 3 сделала по 25 грамм. Теперь нам нужно их все раскатать в круги. Толщину, смотрите, буквально миллиметра 2-3, не больше. Так, сейчас этот также сделаю такого же диаметра. Забыла сделать еще один шарик, тоже на 80 грамм, который будет у нас основой. Так, и тоже его нужно раскатать. Как видите, здесь я уже все пораскатывала. 3, 3 и 3. Вот они у меня пока лежат так. Сейчас я быстренько раскатаю основу. И будем делать дальше. Начинаем собирать. 3 вот этих по 80. Промазываем их маслом, либо смесью сливочного и растительного, либо просто растительным, либо просто сливочным. На ваше усмотрение, как считаете нужным. Так, сахар. Тесто у меня соленое. И будет выпечка просто обалденная. Будет вот эта прослойка сахара, она даст нужное количество и больше не нужно. Чуть-чуть кокоса, ну, стружки, потому что у нас зима. Сверху еще один колябок. Так. И все повторяем. Прокачу немножечко для ровности. Делю на равные части. Ну, можно и не равные, да? Я думаю, по 4. И здесь вот каждую будем делить, разрезать. Вот так вот. Ну, я думаю, вы поняли принцип, да? Теперь выворачиваем. Так, 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 так. Выворачиваем. Ну, и вот такая вот лапа у нас получается елочная. И водружаем ее, значит, соответственно, на пьедестал, который мы придумали. Так, вот так вот мы это сейчас все быстренько соберем в кучку. Делаем следующий ярус. Теперь делаем вот эти. Так, так. Также промазываем маслицем. Ну, и как бы в шахматном порядке. Я сделала капельку, потому что я так думаю, что ничего лучше мы тут сюда не придумаем. И одеваем ее. Можно промазывать чем угодно. Так, и теперь, знаете, я еще что хочу? Я теперь хочу добавить снега. Вот, 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 вот так вот прям подобавлять снег. Вот прям на снежные лапы сделаем сейчас, да? Поскольку мы маслом промазывали каждые слои, оно хорошо пристает. И сверху можно сахарочком. Сахарочек не растает, а будет блестеть просто кристалликами морозными. Большая расстойка минут на 15. А потом в духовку на 180-200 градусов до готовности теста. Вот такой вот у меня получился рождественский новогодний цветок, а-ля елка. И теперь хочется ее украсить. Смотрите, у меня здесь я, значит, буквально 3 ложки сахара сделала и капелька воды. Все это горячей водой, ну, капелькой горячей воды залила. Потом в микроволновке хорошо прогрела. И теперь этим слабеньким сиропчиком все промазываю. Для чего? Для того, чтобы налепить сюда декор всякий разный. У меня есть вот зернышки грамата. Видно вам? Не знаю. Так, ну и как бы орехи. Хочу сюда же. У меня есть грецкий орех и лепестки миндаля. Ну, вот так же сейчас кое-где я прицепляю их. Ой, гранатка. Ну, посмотрите, мне кажется, очень миленькая получилась, а-ля елочка, а-ля рождественский цветок. То ли это елочка, то ли это рождественский цветок, то ли это просто булочка с орехами, да, и кокосиком. Мне кажется, очень даже миленькая получилась она у меня. Вот эту вот хочу поправить вот так. Вот такая вот красавица, на мой взгляд, очень даже милая получилась. Напишите свои комментарии. Как вам такая идея, да, сладкая выпечка на Новый год, на Рождество, на любые новогодние праздники. Тесто я для сюда использовала обычное хлебное, но за счет того, что здесь много масла в прослойке, много сахара и много доп, орехов, да, и тут всяких вот кокос, орехи. Можно добавить сюда что угодно, да, как бы будет очень даже вкусненько. Ну, вот такое вот видео у меня получилось. Я старалась судить, насколько у меня получилось вам. Пишите ваши комментарии, ставьте мне лайки, если понравилось. Если не понравилось, не обессудьте. Всем спасибо, всем пока, всех с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Ну, Рождество, конечно, попозже, но с Новым годом точно. С наступающим вас Новым годом, с приближающимся. Пусть ваши мечты сбываются, пусть все исполняется. И пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как вот эта вот вкусненькая выпечка. Всем спасибо, всем пока и всем хорошего настроения.